АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, мы находимся в Лувре. Музей открылся 8 ноября 1793 года во время французской ре... Простите, месье, я смотрю, вы записываете, успеваете за мной? Да нет, я так для себя... Так, в Лувре был, еще платье от Версачьей Зинки купить. Перед вами, господа, античная статуя Гермеса, бога торговли. Вы видите, он совершенно обнажен. Смотри-ка, и у них налоговая до нитки раздевает. О, месье шутник. Нет-нет, художник хотел подчеркнуть красоту этого тела. Че тут подчеркивать? Хорошо хоть листочком прикрылся. Простите, месье, не-не, и так он обнажен. Прям хоть самому вместо него встать. А то, видно, они тут в Париже хорошего-то не видели. Простите, месье, нет, я так мысли вслух. Напрасно вы ими так щедро делитесь, месье, тут и дети ходят. Итак, господа, давайте подойдем к Рембрандту. Куда вы подошли, месье? Это не Рембрандт, это Брандспой. А Рембрандт вот, автопортрет. Вы видите, он в халате, в толпоте, в руках кисть, краски. И нам кажется, что он уже шел отдыхать. Ну вот, настигла муза, и он проработал всю ночь. Что вы качаете головой, месье, вам так не кажется? Месье, кажется, он мог бы поприличнее одеться. Музей все-таки. Пришел как бомж. Посмотрите, господа, он смотрит прямо на вас. Вы чувствуете его взгляд, да? Он словно оценивает, достойно ли вы быть изображенным на этом полотне. И вы невольно приосаниваетесь. У вас расправляются плечи, поднимается голова. Да ничего у меня не расправляется. Ничего не поднимается. Мадам, шоу мне тут лапшу, понимаете? Но, месье, посмотрите кругом. У всех все расправляется, поднимается. Вот и я об этом. За вход все платили одинаково. Они все такое испытывают о встрече с прекрасным. А я нифига. Так, вы не чувствуете, как его взгляд буквально проникает к вам в душу? Ни хрена не проникает. Я уже так к нему леток, только что спиной не повернулся. Ни фига, мадам, не цепляет. Месье напрасно волнуется. Так бывает, какой-то художник не цепляет. А какой-то непременно... Вот зимний пейзаж. Мы только смотрим на него, и нам становится холодно. Мы дрожим. Да ничего мы не дрожим. Как не дрожим? Вот стоит человек, он весь дрожит. У него даже нос посинел. Да это Петров из нашей группы, алкаш. Вот нельзя ж Сахары. Видите, нам становится жарко. Кому становится? Вам, Петров, как дрожал, так дрожит. Вот Амура в психее. Посмотрите, она обнажена от прекрасной формы. Не цепляет, не расправляет, не поднимает. Но подождите, подождите, я же не договорила. От психеи летит ангелочек. Это зарождение любви. И все, кто смотрит сейчас, вспоминают о том, как это было у них. А у меня не вспоминается. И никаких чувств. Ну почему? Жалость. Жалко летчика этого. Какого летчика? Амура. Она видит, он пикирует. Быстро себя все поскидало. Амур, ты видишь, я совершенно голая. Нечего надеть. Где платье от Версачек? Хорошо, идите сюда. Погодите, а этот кто? Это Джакон, да? Она смотрит прямо на вас, видите? Ага. А че это она? Ну, вы ей понравились, месье. Она будто бы ждала именно вас. Именно меня. Минуточку. Так, пацаны, расходимся. Нечего тут глазеть, она на меня смотрит. Давай, Петров, отвали. Что, картин мало? Полный лувр. Ну говорите, говорите, мадам. Она смотрит на вас. И на ее устах играет загадочная улыбка. Да. А че она во мне смешного нашла? Вот вы и спросите ее. Как я ее спрошу? Постойте. Посмотрите на нее. И мысленно. Джакон, да. Ну че ты выберешься-то? Если ты насчет Зинки, то у нас давно уже ничего. Нет, Джакузь, не могу. Ты у нас сейчас автобус уйдет. Ну ты мне тоже. А где? Да ты че, как прямо тут? Ты че, с ума сошла? А если это твой Леня прибежит? Ну, Леонардо. Месье, да отвали ты. Джакузь, а ты у подруги ключи взять не можешь. Ну, психея этой. Ты тут до которого? Когда заканчиваете? Ну я подожду, когда закрываться будете. Месье, простите, ваш автобус. Пусть едет. Я потом. Нет, вы должны. Тогда там найдется еще одно место для нее. Вы с ума сошли? Вы знаете, сколько она стоит? Что? Джакузь. Так ты за деньги? Черт, раз в жизни нашел и она. Блин, я потрясен. Ну вот видите, а говорите не волнуйтесь. Искусство цепляет всех. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ